Дорогие друзья, это канал Technobar Plus и сегодня у нас распаковка новинки 2022 года смартфон от компании Oppo, модель A16 Друзья, у меня есть на канале видео обзор смартфона Oppo A15s Как говорится, милости просим, проходите на канал, ознакомьтесь Это продолжение того линейки смартфонов Oppo A 15 серии Скажем так, уже идет модель просто A16 без приставки A16s и так далее Друзья, чем же заинтересовал меня данный смартфон? Ну, во-первых, своим дизайном Кстати, данный смартфон вы можете приобрести в магазине Comfy за сумму 4500 гривен Достаточно интересная цена, друзья Сейчас в магазине Comfy проходят различные акции и скидки Так что, как говорится, милости просим Сам там скупляюсь за свои кровно заработанные деньги и вам рекомендую Там всегда шикарный сервис и официальная гарантия В данном случае 1 год на данный смартфон Кратко по характеристикам смартфона, друзья Диагональ экрана 6,52 дюйма Достаточно хорошая диагональ для поглощения, скажем так, контента Разрешение HD Матрица IPS 60 Гц дисплей Кстати, для любителей матриц, которые не вредят для глаз Для людей, чувствительных к широтной импульсной модуляции То бишь шиму Которая присутствует в смартфонах с матрицей Super AMOLED Это, наоборот, самый то, что есть наилучший вариант Здесь IPS матрица, она 60 Гц Но, честно говоря, мы все уже привыкли и к 120 Гц, наверное, скажете вы Не торопитесь С выводами, друзья, смартфон может себя показать достаточно неплохо Из коробки Android 11 MediaTek Helio G35 Идет на борту процессор И графический процессор AMG PowerVR GE8320 3 ГБ оперативки, друзья И 32 ГБ постоянной памяти Тройная камера плюс фронталка на 8 Мп Но, опять же, друзья, все это будет проверяться Крутой аккумулятор, кстати, на 5000 мАч Давайте распаковывать Итак, коробка, как вы можете видеть, на подарок Сразу же один из лучших вариантов Oppo, название компании Oppo A16, сбоку A16 Просто и лаконично Компании Oppo, название Pearl Blue цвет у нас идет Android 11 из коробки Давайте распаковывать Кстати, вот такое вот исполнение упаковочек Мне очень нравится Когда коробка выезжает А потом еще и просто в белой упаковке Все скромно Название компании Oppo Качественный картон Качественный картон Не запарились на какой-то экономии Борьбе за экологию и прочей ересью Вот таким образом здесь все это дело исполнено Так В комплекте идет у нас такая вот коробочка Сейчас посмотрим с аксессуарами Сам смартфон Пока откладываем его в сторонку Ванночка Ванночка хоть и с хлястиком вот таким Чтобы можно было легко смартфон, как я понимаю, достать Но, тем не менее, могли бы немножечко запариться Компания Oppo это умеет Но как-то здесь не посчитали нужным Друзья, не знаю, почему так все происходит Но, тем не менее, кстати, друзья, сейчас использую Время на часы от компании Samsung Galaxy Watch 4 На них скоро выйдет крутое обновление Следите за видосами на канале, друзья Обязательно подпишитесь на канал Прожмите лайк, прожмите колокольчик И оставьте маленький комментарий Поделитесь этим видео с друзьями Это очень помогает в развитии канала Далее, друзья, у нас идет зарядный блок Зарядный блок такой интересный кубик Но, насколько же он Давайте вместе с вами посмотрим 10 ватт То есть, 5 вольт, 2 ампера 10 ватт Это немного, к сожалению Но, тем не менее, щадящий режим Для аккумулятора 5000 махов Я считаю, что аккумулятор здесь Очень даже неплохой Здесь идет у нас Type-C кабель Давайте посмотрим сразу же Какого он качества идет Кабель, сразу говорю, классного качества Хоть он и жесткий Чувствуется, что там провода Они пластиком все залили По сборке, опять же, претензий нет Длина кабеля метр двадцать И, собственно, вот такого плана у нас кабель Не похоже на то, что кабель может пропускать Быструю зарядку Но, в принципе, процессор Helio G35 Он поддерживает быструю зарядку Посмотрим Попробуем зарядить другим зарядным устройством И что из этого получится Также узнаем Скажем так Опять же, будем тестировать, друзья Здесь у нас в комплекте идет Во-первых, скрепка Вот такого она плана Не сказать, чтобы что-то навороченное Ну и необычного, скажем так Но зато, посмотрите, под скрепку Какую картонку не пожалели Плюс компании OPA, как говорится Лайк Инструкция у нас идет Я так понимаю, русский, украинский язык И чехол А вот чехол, друзья Я такого еще чехла не видел А что именно мне понравилось Во-первых, посмотрите на чехол Он здесь Это все выдавлено То есть наружу Вот таким образом это выглядит Я считаю, здесь вообще полностью будет все закрыто То есть чехол реально годный По четырем краям тут еще идут у нас выступы Дабы можно было класть смартфон лицом вниз, как говорится Но сейчас будем все проверять Кстати, он такой Цвета не особо прям, чтобы желтого там Либо какого-то прозрачного Он более к серому, скажем так Так, и теперь непосредственно наш смартфон Который идет у нас в такой упаковочке Многоразовый пакетик То есть, в принципе, все презентабельно Есть QR-кодик, где можно скачать информацию Об смартфоне Посмотреть И что касается самого смартфона, друзья Я вам хочу сказать, что Сейчас аккуратненько снимем наклеечку В сторону ее отложим Вот так Есть Цвет крутой Цвет крутой Напоминает смартфон Oppo A74 Кстати, друзья, на канале, я думаю, что скоро будет обзор и на Oppo A74 Тройная камера То есть, тут указатель Triple Cam Цвет такой Я не знаю, бирюзовым его не назовешь Но Голубого, что ли, цвета Единственное, друзья Мне не нравятся сразу вот это Сертификационные надписи Но Они мне хоть и не нравятся Но в то же время, я не знаю, передаст камера или нет Они как-то сделаны по-новому Что ли И они тоже блестят Как и название Вот переливается Вот таким образом переливаются и надписи Но Без них было лучше Согласитесь, друзья Кому такой дизайн нравится Прожмите лайк под этим видосом И оставьте комментарий Камера у нас выступает Как вы можете видеть здесь Но Как обыграно все, друзья Честно говоря, для бюджетного смартфона А это считается у них серия А Бюджетная серия Ну, по крайней мере, 15-16-й Это точно Но я вам хочу сказать, что выглядит очень, даже очень, очень дорого Хотя это все пластик Это пластик Впереди Gorilla Glass 3 По правому бортику у нас клавиша включения-выключения Кнопка Она же, я так понимаю, сканер отпечатка пальцев Сверху ничего Это говорит о том, что здесь микрофона для шумоподавления нет Но посмотрим, как будет писаться видео Лоток Давайте посмотрим, друзья, какой идет лоток У нас Чем нас компания OPPO удивит Так, лоток что-то достается тяжко Но, друзья, я вам хочу сказать, что Лоток неплохой, но резиночку какую-никакую могли бы вставить Но посчитали, нужно не вставить Металлизированные проставки есть, как вы можете видеть Но, то есть, лоток можно вставить две наносим-карты И карту памяти до 128 гигабайт По заявлению компании OPPO Кнопочки включения-выключения традиционно С левого боку по эргономике вопросов нет Палец ложится четко на сканер отпечатка пальцев Все продумано И громкость можно отрегулировать вот таким вот образом То есть, по эргономике пять баллов Пять из пяти возможных И очень удобно в руке лежит, друзья Внизу у нас идет микрофон Три с половиной миллиметровый джек Жаль, наушников нет Но вы можете свои любимые наушники здесь подключить Я уверен, будет классный звук Что мне нравится, друзья Я уже вижу тут на микрофоне Ну, я не знаю, камера, наверное, вряд ли передаст Тут, где микрофон, идет сеточка Вот такого плана сеточка, как здесь Вот здесь, наверное, хотелось бы, чтобы вы увидели, конечно Но не видно Мелкая сеточка То есть, дабы не попадал различный мусор Здесь, ну, прямо она визуально заметна Но на камеру, наверное, вряд ли Но, тем не менее Микрофон, Type-C разъем Современный разъем И, собственно, динамик Что касается рамки Посмотрите, друзья, как это все обыграно красиво здесь Привет, как говорится Серии Samsung S7 То есть, вот такого плана есть тут Изгибы Очень красиво сделано Сразу говорю, смартфон Смотрится дороже, нежели он стоит Друзья, обращаю внимание, что Сразу же с завода поклеена пленочка Вверху у нас камера Капелькой вот такой будет выступать Вырезы есть под датчик приближения Я думаю, тут полный порядок будет с этим вопросом Камера, друзья, здесь основная на 13 мегапикселей И 2 по 2 мегапикселя заглушки Но присутствует еще и вспышка крутая Указано, что камера с искусственным интеллектом Давайте посмотрим, друзья Все-таки, как смотрится смартфон в чехле Мне самому очень интересно Потому что чехол достаточно качественный Да, вы знаете Вот таким образом все это выглядит Очень замечательно это все выглядит Площадка скрыта Камеры скрыты То есть, как вы можете видеть Чехол полностью защищает Честно говоря, вот таких чехлов Я считаю, что и не хватало, наверное, многим компаниям И вот даже компании Samsung Если какие-то чехлы они клали когда-то И компании, кстати, Xiaomi Могли бы вот сделать Такого плана чехол Я считаю, что вот мелочь А приятно, как говорится Все закрыто, все защищено Название закрыто Вырезы все совпадают Чехол подогнан идеально Как я уже сказал, выступы Когда бы можно было класть смартфон вот таким вот образом на стол Тут с этим полный порядок Вырезы внизу все совпадают И, честно говоря Смартфон не особо, скажем так Увеличивается в размерах Он 190 грамм веса Но хочу вам сказать, что Выглядит, конечно По крайней мере, со спинки Он очень презентабельно Если бы, ну то есть Даже многие могут подумать Что это намного дороже смартфон Нежели действительно он стоит Там те же 4,5 тысячи гривен Сейчас первый запуск смартфона Вместе с вами, друзья Все это делаем Как говорится, в прямом эфире Так Долго, конечно, запускается Но 11-й Android по заявлению компании Идет из коробки Сейчас находим русский язык Так Есть такое дело Регион Сейчас запрос будет на регион Но, друзья, я вам хочу сказать Это возможно то, что первое включение Как вы можете видеть Украина Выбираем Все-таки Как-то немножечко Как на мой взгляд Можно было бы и побыстрее Это все сделать Так Продолжить Все условия принимаю Так Пропустить Пропустить Все пропускаем Окей Можно, кстати, ввести Отпечаток пальца Лицо Позже это все сделаем Позже Подтверждаем Подтверждаем Продолжаем Ну, вот и в принципе и все Я так понимаю, что ColorOS 11.1 на борту И, честно сказать, друзья Вот, что касается Сразу же вопрос у меня становится Что касается рамок смартфона Да, я согласен, что это, конечно, бюджетная серия Но Рамки, конечно, не слабые Внизу подбородок Такой Миллиметров, наверное Шесть Семь даже По бокам По два миллиметра Ну и где-то Два с половиной Три миллиметра Сверху идет Вот так это все выглядит Так А яркость Теперь мне интересно По яркости Ну, вы знаете, друзья Достаточно Активненький Такой смартфон По крайней мере По экрану Сейчас обои какие-то Другие поставим Посмотрим, что оно будет Статичные обои Живых обоев, к сожалению, нет Но я вижу уже, что в компании ОПА Есть какие-то и другие обои Вот, например, такого плана Приятные обои Сразу, друзья, давайте проверим Какой андроид идет Из коробки Я уверен, каждому из вас Это интересно Так Входим О телефоне 11-й андроид из коробки Все как положено 11.1 ColorOS 3 гигабайта оперативной памяти Но я считаю, что в принципе Смартфоном ОПА С 3 гигабайтами Оперативной памяти Работается достаточно неплохо 8-миядерный процессор Тут стоит От компании Helio И это Mediatek Уже не тот Что был раньше, друзья Сразу вам говорю Я думаю, что этот смартфон Получит все-таки ColorOS 12 И скорее всего Получит он К концу Этого года 2022-го, друзья Потому что Ну Сами понимаете Это бюджетный смартфон И он обновится Всего лишь Скорее всего Один раз Так Смотрим Вывод на экран Я так понимаю Тут Моноброфит Вырез под камеру Он прячется Так Есть такое дело Теперь Что касается Авторегулировки яркости Она работает Корректно Вот только Включил Тут с этим Полный порядок Присутствует Защита глаз Я люблю Теплые Например Тона Цветовая схема Выставил Теплые тона Вот Посмотрим Как это все Будет выглядеть Экран Яркость Главный экран Конечно Это не 120 Гц Хотелось бы Чтобы это Немножечко Почетче Хотя бы 90 Гц Было Но Тем не менее Друзья Как есть Показываю Все Как есть Сразу же Смотрим Кратко Друзья Что касается Камеры Так Разрешить Разрешить Окей Фотокамера У нас Обновленный Кстати Интерфейс Камеры Но Все равно Нужно Входить В настройки Камеры Максимальное Качество Видео Full HD 30 кадров Секунду Посмотрим Насколько Будет Это интересно Писать Но Вы знаете Я не удивлюсь Если компания Oppo Здесь Качественная Добротная Сделает Собственно Видео На данный Смартфон То есть Видеозапись Я считаю Что в принципе Это смартфон Будет годный Так в принципе Интерфейс Видно конечно Что это 60 Гц После 120 Гц Стоит Моего Самсунга Но Тем не менее Друзья Это Бюджетный Аппарат Зато Когда Переворачиваешь На эту Сторон Ну Он Просто Шикарен Друзья Как то Так Друзья Задавайте Обязательно Вопросы Под Этим Видео Это Была Распаковка Нового Хита Продаж От Компании Oppo Модель Oppo A16 Ну А я Как обычно На канале Техно Бар Плюс Всех Обнял